Девушки отдыхают 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 Это, наверное, сегодня наша последняя встреча. Мы видим, что мы в порядке. Но надо продолжать следующее. Я видел 5 мертвы, я не знаю, что вы видели. 5 украинских солдат. В начале, когда мы предложили этот пост, я тогда был подчерктикой, как он сказали, для ваших расходов ориентировавших вопросов, защитных вопросов, политики, я умручу быть в гостерях для того, чтобы я буду работать с камерами, удовольствовать и безвознанной оближённой проблемой. Я решу ориентировать отношения, окажем, сегодня, как я передаю это когда-то приёмль, я не говорю, что я иду в порядке, и не скажу, что у нас нет проблем. Но я чувствую себя готова, потому что, действительно, нужно спрятать, спрятать в этом направлении и оборудовании. Я пришел, аппарат, оборудовании, мы с нами нашли, в Украине. Это очень интересная день. Я слышу, что Елизавета Думант получила его нагремент от Украинской autoridades. Благодаря, Мадаме ламбассаде. Спасибо. 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 Ваши, конечно, Украина является одной большой темы для них. потому что президент инвестировал на Нормандию. Это является очень важным вопросом. У меня очень важный вопрос. Все, что позволяет проверить эшелансы на Нормандию, и на какой момент ситуация мягкая, для того, чтобы реагировать Минск. И, естественно, все зависит от общества в Украине, в Донбассе. Все, что может интересовать нас. Все, что может интересовать нас. У нас не 36 случаев, исторически, в последствии, чьи-то и руководители, которые инвестировали на этот момент, чтобы решить этот вопрос. В этом случае, это очень важно, потому что ты знаешь все, ты уверен, и ты уверен, и ты уверен, что ты знаешь. Это наш главный третий третий и главный шанс. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Маленькая ателье, которая выставляется, да. А это только вода или отопление? А там не закрыто? Там закрыто. Там все закрыто, конечно. Доброе утро. 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 в большинстве в 20-м веке. Это не так, что Украина не имеет свою идентичность. Она имеет свою идентичность, но она имеет свою историю национальной, фрагирующейся. И мы видим еще сегодня. Это для того, как украина имеет значение в Европе. В Европе это очень большой стране. Люди не знают это. Географически, это более большой страны чем Франция. Это 45 миллионов человек. Это очень тяжелый, демографический, географический, но также транситий. Это полный путь, который находится в большинстве на море. Географически, экономически, он находится в центре в Европе, в Европе, в Коказе, в Азии Централе. Спасибо за просмотр! Спасибо! И, привет! И, привет! Как дела? Я очень впечатляю, с Украинской капитой. Это очень быстрое начало, но когда начало, это будет увеличиваться. Мы также будем строить новую академию. Но я буду смотреть на французскую, особенно, когда мы говорим о школе управления. Вы счастливы с французской капитой? Вы учите французскую? Да, мы можем еще дальше, потому что у вас есть прекрасная полиция, но у вас есть очень сильная команда в УАМ. В NASA ВСЕЛА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА seating И, привет, ВСЕЛА ВСЕЛА МОНОНЫ Абсолютно Я очень рад, чтобы вы رhebra васarshвала. Касчет французский, сегодня это дляGH. Затем как, у вас есть французский, не нужен, потому что для вас есть французский. Касчет французский, не уникальный. Это не плохое, это действительно не плохое. Мы находимся в Курске. У нас есть 16 салевых курсов. Как вы говорите? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Украинский французский институт, учитель, 20 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Доброго дня. Ça a été vraiment un événement majeur, évidemment pour la France, évidemment pour le monde, mais moi, en tant qu'ambassadrice et toute l'équipe de l'ambassade, ça a été très, très impressionnant. Je suis sûre que ça l'a été partout dans le monde, mais en tout cas nous, en Ukraine, dès minuit, une heure du matin, les gens, toute la nuit, ont défilé devant l'ambassade. J'ai posé la question à certaines personnes et l'une des explications possibles, c'est leur propre traumatisme. Le traumatisme de ce pays, de cette capitale, en l'occurrence à Kiev, qui elle-même, un an plus tôt, avait vécu des événements extrêmement durs. Une centaine de personnes tuées en plein centre-ville, dans des circonstances évidemment très différentes. Il y a beaucoup, beaucoup de morts, on en est à plus de 9000 morts en Ukraine. Donc la mort militaire désormais fait partie du paysage. En revanche, je crois que peut-être l'une des explications de cette émotion très, très vive en Ukraine, ça a été le fait que les gens ont peut-être revécu, par le biais de Paris, l'horreur d'une attaque en pleine ville. Je n'avais pas encore tellement parlé aux médias, un petit peu forcément. Et là, c'est vrai que pour moi, ça a été un peu le baptême du feu, puisqu'il a fallu répondre aux sollicitations qui étaient très, très, très nombreuses. Je ne sais pas si j'ai changé. Ce qui est certain, c'est que certains doutes que j'avais avant de partir, certaines interrogations se sont largement apaisées. Je me sens sereine, plus sereine qu'avant de partir sans doute. Je me sens plutôt bien, bien avec l'équipe, bien en interne, bien en externe. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié. C'est un métier où on ne peut pas dire, désolé, on est vendredi 18h, j'arrête, je ne réponds plus au téléphone. C'est un métier qui diplomate de toute façon et qui plus est ambassadeur, où il faut un engagement personnel. On est sa fonction, on devient sa fonction. On est ambassadeur.